Делегация После ввода в эксплуатацию в 2017 году нового объекта, который вы только что видели, но вот еще предполагает сотрудничество на этом объекте на протяжении следующих 100 лет. И наша площадка, как никто другой, заинтересована в том, чтобы сюда пришли грамотные специалисты, которые бы могли эксплуатировать надежно эту площадку, эти объекты. Пришли грамотные специалисты, которые бы активно работали в области с обращением с радиоактивными отходами, с радиоактивными материалами, с топливосодержащими массами. И мы очень надеемся, что та молодежь, которая сюда придет, будет выпускниками Киевского политехнического института. И вы заложите основу наших будущих успехов сегодня во время нашего посещения. Кроме этого, перед нами стоит огромная задача. На следующий год у нас 30-летие аварий на Чернобыльской АЭС. Мы бы хотели максимально привлечь мировое сообщество к этим событиям, для того, чтобы общими усилиями, путем научных конференций, международных форумов, практических конференций, практической деятельности на всех уровнях, вернуть мировое сообщество к реализации дальнейших планов по преобразованию объекта укрытия в экологически безопасную систему. И я с огромным удовольствием хочу сказать, что Михаил Захарович с большим энтузиазмом поддержал нашу просьбу принять в этом активное участие. И согласился посетить нашу площадку. И, пользуясь огромным авторитетом КПИ в мире, с помощью собственных возможностей привлечь и начать эту работу. Продолжил выступление ректор КПИ, академик Згуровский. Киевский политехнический институт и Национальная академия наук Украины, а мы здесь представлены тремя группами. КПИ, Национальная академия наук Украины и Украинско-японский центр. Три группы. Вот мы консолидировались после вашего приглашения. И сейчас на новом этапе мы хотели бы вложить в этот проект, в эту работу все то лучшее, чем мы располагаем. Интеллектуальный потенциал, подготовка и переподготовка кадров и консолидация наших международных возможностей. Безусловно, очень важным событием будет 30-летие с момента аварии. И это событие привлечет внимание мира снова к Чернобыльской АЭС, к ее трагедии и к ее проблемам, которые еще не до конца решены и будут решаться в течение следующего столетия, как вы отметили. Действительно, за эти 30 лет произошло много других событий в мире. И внимание мировой общественности, безусловно, уже ослабло. И наша задача снова привернуть это внимание и показать мировой общественности безальтернативность окончательного решения этой проблемы совместно усилиями передовых стран мира. Мы с Игорем Ивановичем начали эту работу, обратились к посольствам семи крупнейших стран, которые изначально работали с проблемами Чернобыльской АЭС, получили очень позитивный отклик. Мы проговорили в правительстве план наших действий. В частности, у вас был с визитом премьер-министра Украины Арсений Петрович Яценюк и сделан такой очень быстрый и хороший шаг для организации всех мероприятий. Нам довелось в Киеве с Министерством иностранных дел проговорить комплекс мероприятий с рядом министров, с президентом Национальной Академии наук. И таким образом мы чувствуем, что мы сейчас подготовлены к очень быстрым и оперативным действиям. Наша задача, конечно же, привлечь лучшие научные, производственные возможности различных стран мира для решения проблем Чернобыльской АЭС. И не только решение. видится превращение этой зоны в очень интересный международный научно-технологический и, возможно, научно-инновационный центр, где, поскольку эта трагедия, она еще и, кроме прочего, дает и миру новые шансы провести исследования, которые невозможно провести в других лабораториях мира и выработать ту стратегию мирного атома для всех стран мира, которая бы не допускала подобных трагедий. Кроме того, влияние атома на экологию, на здоровье человека – это тоже не до конца изученная проблема, которую можно продолжать здесь изучать. И много других очень важных направлений можно было бы открыть на этой площадке, таким образом превратив большое горе в большой такой исследовательский мировой проект. Вот что хотелось бы сделать совместными усилиями. Ну и сегодня мы приехали с предложениями подписать ряд документов об этом и начать активную работу. В ходе совещания представители научных кругов и руководство ЧАЭС обсуждали следующие вопросы. Утверждение персонального состава Координационного совета по вопросам сотрудничества между Национальным техническим университетом Украины и госпредприятием Чернобыльской атомной электростанции. Выборы секретаря Координационного совета. Утверждение положения о Координационном совете. На презентации программы предстоящего международного форума проректор КПИ остановился более подробно. По-перше, уроки Чорнобиля в частині стану зруйного реактора, процесу в зоні відчужені і прогнозні параметри, фізико-технічні недосканалості діючих реакторів такого типу, недосканалості підготовки персоналу і населення, психологічної непідготовленості населення до ядерних атактнізмів, стану міжнародного моніторингу безпеки ядерних об'єктів, неповнити інформації чи сканали засобів масової інформації для населення. Друге, це міжнародні вимоги до конструктивної міцності ядерних об'єктів, які поставили перед нами після аварії на Фокузімі. По-третє, це міжнародні стандарти для слуг незвичайного реагування на ядерні катаклізми. Четверте, взаємодія міжнародних організацій світового, регіонального і національного рівня у випадку ядерних катаклізмів. Це взаємодія органів охорони здоров'я з регіональними, національними і лікальними органами влади по забіганню людських втрат і надання медичної допомоги в короткостроковій та далекостроковій перспективі. Шосте, це міжнародні проекти, засновані на оперуванні базами даних, що до стану і динаміки змін здоров'я людини, стану тваринного світу, довкілля, грунту і таке інше. І, безумовно, ми не могли не запропонувати розглянути і обговорити питання освіти заради ядерної безпеки світу. І ми вважаємо, що в результаті форуму мають бути розроблені рекомендації для подальшого направлення до світових міжнародних організацій, урядів країн, Міністерств відомств України, наукових інституцій, університетів, громадських організацій, що окрікується проблемами безпечного ядерного освіти. В завершении совещання був підписаний меморандум о сотрудничестві між Чернобыльській атомній електростанцією і Национальним технічним університетом України Київський політехніческий інститут, а також Всемирним центром данних по геоінформатіки і устойчивому розвитію. Проведено перве засідання Координаційного комітету по вопросам розвития сотрудничества. Вона була наиболее эффективна, тому що времени у нас дуже мало. Дякую за перегляд!